Всем привет! Приехал на очередную застройку, находится в станице Гостогаевской, переулок Казачий, 11D. Как видите, здесь дом 110 серии, то есть 110 квадратных метров, практически такой же, как и все другие наши дома. Ну вот, например, рядышком, обратите внимание, он будет такой же. Единственное отличие, здесь на террасе установлено отдельное помещение для котельной, то есть котел отопления, система теплый пол, выходить будет уже не в кухонную зону, а в отдельную котельную. Давайте пройдемся сейчас по дому, и потом я покажу вам эту котельную. Смотрите, в доме, как и в других наших обзорах, есть прихожая с теплым полом и ванная комната. В ней, как и на кухне, тоже есть теплый пол. Посмотрите внимание на отделку, на цветовое решение, то есть это дом в свободной продаже, можно будет его забронировать. Буквально за 100 тысяч рублей и потом прилететь в течение трех месяцев его выкупить. Эта комната на первом этаже, она у нас с циркерными окнами. Вид из окошка достаточно красивый, горы видно, видно дачи анапские, видно дорогу на Новороссийск. Ну, красиво, в принципе. Дворик небольшой, но уютненький, то есть места под машину, даже под три машины, в принципе, места тут хватает. Вот, давайте пройдемте на кухню и посмотрим, что у нас получается там. Как видите, на первом этаже уже практически ремонт закончен. Сейчас вот рабочие уже убирают за собой мусор и доделывают мелкие недочеты. Кухонная зона, здесь система теплый пол. Общая площадь этого помещения, то есть кухня и гостиная составляет 38 квадратных метров. Лестница. Лестница у нас буковая. Почему на буковую внимание обращаю? Потому что это очень крепкое дерево. Вот я вот трясу, если обращайте внимание, очень сильно. Не шатается практически. И, соответственно, скрипеть тоже не будет очень-очень-очень много лет. На втором этаже, в принципе, уже и фурнитуру все сделали. Давайте посмотрим вид из окна в спальне, которые выходят на фасад дома. Вид. Вот этого дома бы еще посередине не было. Вообще вид был красивый. Ну и так, в принципе, ничего. И дача видно, опять же, и виноградники, и дорогу, и гору. Красиво. А теперь посмотрим вид во двор. Участок здесь 7,5 соток. Ну, то есть, в принципе, вот видно по этому забору, где он будет идти, и где кончаться. Вот где, ну, не знаю, на камере видно, нет. За участком там тоже бурное строительство начинается. То есть, как бы райончик это очень перспективный. И, как нам газовщики обещают, опять же, здесь будет газ. Буквально-таки через год, даже вроде как меньше. Посмотрите, вот из окна видно ту самую котельную, как она пристроена. Сейчас мы туда спустимся и посмотрим ее изнутри. А, кстати, вот ванна на втором этаже. Обратите внимание, тоже на цветовое решение. Если месторасположение дома нравится, и 110-я серия вас устраивает, как бы бронируйте, успевайте. Скоро этот дом уже будет продан. Сейчас выйдем на террасу и посмотрим на котельное помещение. Вот это помещение. Кому-то кладовочка, кому-то бойлерная. Ну, мы ее называем котельная. Сюда выходят трубы системы теплый пол. Многие говорят, клиенты, что теплый пол – это неэкономично. Вероятно, они подразумевают, что он сделан на электричестве. Нет, у нас теплый пол, он водяной. Здесь устанавливается моторчик, который гоняет теплую воду по полу. Он многоконтурный, то есть можно будет индивидуально регулировать каждый контур и соответственно температуру комфортную для себя именно сделать. Здесь вешается котел отопления, который будет по радиаторам, по системе, по батареям тоже гонять тепло. Кстати, теплый пол и радиаторы можно использовать независимо друг от друга. Это очень важно в нашем климате в межсезонье. То есть в межсезонье особо отапливаться не нужно. И вот это небольшое фоновое тепло от теплого пола, его обычно хватает для отопления буквально-таки по декабрь месяц. Вот я иду на границу участка, чтобы понятно было, где он у нас кончается. Вот это межевой столбик, его нам уже разметили специалисты. Вот здесь будет забор фасадный. Около дома он уже, как видите, есть. И вот здесь вот будет тоже вот, ну вот, вот так он будет. Участок семь с половиной соток. Как видите, вполне просторный. У соседей уже есть молодой сад. Вот это груша, яблоки, слива. То есть здесь то же самое, буквально через три годика будет. По периметру можно сделать колонновидные деревья. Они много места не занимают. Их через каждые два метра можно посадить. И будет и места много, потому что они его не занимают. И фруктов будет тоже много. Ухожу на фасадную часть дома. Давайте уже закругляться с обзором этого объекта. Смотрите, вот есть муровой камень. Мы его разровняем аккуратненько. Здесь будет очень ровненькая площадочка. Естественно, территорию, вот эти уровни все выровняем. Мусор, который на территории в огороде или в саду, кому как нравится, увидели, естественно, тоже уберем. Все будет чистенько. Забор закончим. Септик здесь такой же, как и на других наших объектах. Необслуживаемый, дренажный, на 8 кубических метров. Люк на холодную воду. Там прибор учета стоит. Счетчик на воду. И столб электрический. Там, значит, у нас счетчик электрический. И подключено по тех условиям 15 кВт мощности. Забор будет из металлопрофиля. Фасадный забор будет, в принципе, если сейчас забронируете, какой пожелаете. А вообще тоже из металлопрофиля. Такие же будут ворота, калиточка, как на других наших объектах. В принципе, вот и все. Всем пока.